Всем привет! Меня зовут Андрей Стилеров. В интернете вы меня могли видеть под ником Random Phobuses. Так что всем, с кем еще не успел поздороваться, привет! Сегодня я буду рассказывать о сложности в играх, как усложнить игру и не усложнить себе жизнь, потому что как только мы начинаем усложнять игры, все обычно ломается. По моему рабочему опыту вообще я занимаюсь геймдизайном, и к тому же я по профессии игровой критик, и по моим наблюдениям рабочим, очень часто, когда игроки жалуются, будь то массовые игроки или там мои коллеги-журналисты, они жалуются именно на сложность. Игра слишком сложная, игра наоборот слишком простая, и то и другое иногда бывает, что она и слишком вроде сложная, и простоватая, и в общем итоге получается плохо, поэтому это частые жалобы, это очень интересно, тем более, что в моей самой последней игре я столкнулся с проблемой сложности, вот просто вплотную, оказалось, что сделать интересную игру в принципе сложно, но можно, но вот потом отладить ее сложность так, чтобы игра была интересна для всех, эта задача оказалась гораздо-гораздо интереснее и труднее. Вот, ну и собственно этому вопросу и посвящена сегодняшняя лекция, о том, что такое сложность, откуда она берется, как ее можно изменять, и какой она в игре в конечном счете должна быть. У меня, я время от времени буду ссылаться на всякую литературу, там блоги, книжки, не спешите записывать имена, у меня в конце будет слайд со списком литературы, откуда вы все можете потом сфоткать, скачать и себе записать. Ну, поехали. Значит, сложность в играх. С точки зрения разработчика мы знаем игра, там интерактивные системы, всякие механики, баланс, все это пока отодвинем, просто с точки зрения игрока. Игра это что? Это набор испытаний. Мы просто предлагаем игроку что-то сделать, у него это получается, не получается. Мы предложили ему несколько раз, хоббон сыграл в игру. Например, я играю в Doom 2. Что это для меня значит? Вот я запустил уровень, вот я его прохожу. Я прохожу ряд испытаний. Это испытания на реакцию, я должен там нацелиться на монстра попасть в него, на координацию, я должен войти вовремя в комнату и расстрелять кого-то, на навигацию, я должен правильно перемещаться по уровню, на память, я должен запомнить, где что находится, на менеджмент, понять, какие мне нужно тратить патроны, когда, где, когда брать броню, бонусы и так далее. Ну и на терпение многие компьютерные игры проверяют просто так. Таким образом, получается, что вот у нас ряд испытаний, каждое испытание предлагает нам какую-то сложность, и суммируя эту сложность, мы получаем сложность самой игры. Получается, если мы хотим изменить сложность игры, мы просто берем испытание и меняем сложность каждого конкретного отдельного испытания. Как его померить? Для этого я предлагаю другой пример и термин «Окно успешного ввода». Смотрите, с точки зрения игрока мы уже договорились, игра — это набор испытаний. С точки зрения наблюдателя, который не понимает, что происходит вообще, как выглядит играющий в игру игрок. Вот игрок, вот игра. Игра — это черный ящик. Что там происходит, неизвестно и непонятно. Черный ящик показывает игроку какое-то состояние. Игрок, в свою очередь, дает этому черному ящику какие-то сигналы подает на вход. Ну, свои там решения и действия. Черный ящик меняет свое состояние и говорит игроку, «Игрок, теперь у меня состояние вот такое». Игрок подумал-подумал, дал какие-то другие сигналы на вход. Черный ящик изменился опять, потом опять изменился. Изменилось решение игрока, изменился черный ящик и так далее, пока игра не приходит к конечному состоянию, либо к состоянию победы, либо к состоянию поражения. Так вот, вот это вот взаимодействие, когда игра спрашивает игрока «Слушай, дай мне ответ на такую задачу», а игрок дает ответ. В диапазоне ответов, которые есть, есть правильный ответ, есть неправильный. И вот, собственно, во всем диапазоне ответов, которые может дать игрок, окно успешного года — это те ответы, которые правильные и которые приводят к его победе. А за пределами этого окна лежат ошибки игрока. Ну, например, вот это пример Супер Марио. Супер Марио перепрыгивает в пропасти. Пропасти могут быть поуже и пошире. Длина прыжка Super Mario дистанции – это 5 клеток. Вот посмотрите, здесь я подсветил те клетки, естественно, чем шире пропасть, тем аккуратнее через нее нужно прыгать. И если пропасть узкая, можно прыгать откуда угодно, но все равно перепрыгнуть ее. Но если пропасть широкая, нужно прыгать с самого-самого края, иначе он не допрыгнет просто до другого края. Вот здесь вот я подсветил те клетки, на которых нужно стоять, чтобы перепрыгнуть пропасть. Вы видите, в правом варианте вот тут вот пропасть гораздо шире, значит, место, где можно встать, оно всего одно. Это значит, если мы уберем картинки, то мы увидим как раз вот это самое окно успешного года. Серое – это все множество ответов, которые может дать игрок. Зеленая полосочка – это то множество ответов, которые приводят его к победе. Соответственно, когда вы делаете испытание для игрока, вы регулируете его сложность, меняя это самое окно. Например, вот у вас для компьютерной игры, опять же, чтобы было понятно несколько простых примеров, вот аркады. У вас бежит какой-нибудь человечек, он перепрыгивает какие-то пропасти, шипы, ловушки, какие-нибудь там лазеры в него стреляют. Окей, чем больше вещей, которые вы убивают и ранят, тем шире, тем уже это окно. Шутеры – быстрее двигается мишень, тяжелее попасть, сложнее из оружия стрелять. Уже окно. Гонки, опять же, вы делаете сложную трассу, резкие повороты, препятствия на трассе расставляете. Окно становится уже, игра становится тяжелее. Короче говоря, чем вы меньше оставляете правильных решений в игре, тем она для игрока тяжелее. Но это все верно для компьютерных игр. У нас еще есть настольные игры, вы скажете мне – хорошо, с Super Mario понятно, широкая пропасть – окей. Но как, например, в случае с Кракасоном нам оценить сложность? Вот я взял, выложил тайл, поставил на него рыцаря. Это хороший ход или плохой? Он меня привел к чему-то, к победе и к поражению? Непонятно, потому что на самом деле станет ясно, хороший это ход или плохой, только в самом конце партии, когда мы увидим, я выиграл или проиграл. Отсюда возникает вопрос, как оценивать у таких игр сложность? Как вообще можно ее посчитать для начала? И откуда она берется, чтобы регулировать? Ну, на самом деле, здесь мы подошли к тому, что разница здесь не в компьютерных и настольных играх, а в играх стратегических и в играх на навык. Это фундаментальная разница, и я обращаю ваше внимание на нее очень внимательно. Представьте себе, например, бегуна на Олимпийских играх. Его задача – пробежать дистанцию за минимальный промежуток времени. И вот этот бегун, он что делает? Он бежит. Особенного выбора у него нет. У него есть одно конкретное действие, которое приводит его к победе – бежать. Такой ситуации, когда Олимпийский бегун сидит, думает, мне бежать сейчас или не бежать? Или может постоять на месте? Она невозможна. Вопрос только в том, насколько он хорошо бежит. В случае с играми, которые проверяют навык, решение игрока, оно тривиально. Всегда понятно, что делать. Вопрос в исполнении – сможет ли человек пробежать быстро? Сможет ли игрок попасть по мишени? Сможет ли гонщик вписаться в поворот? Стратегические игры, они обратные абсолютно. Там исполнение тривиально. В принципе, положить стол на стол в стайл каркасона – это несложно. Сделать ход несложно, подвинуть фигурку в шахматах несложно, если вы там только чай не перевернете. Но, в принципе, все остальное, да, весь интерес в решении, в том, чтобы понять, какой ход правильный. Поэтому, если вы делаете… Да, обратите внимание, что не все настольные игры – это стратегические игры. Большинство настольных игр – это игры стратегические, но есть целый ряд настольных игр, такие как Дженго на координацию, такие как Таймлайн и Дотально далеко – это викторины на географию, на историю, такие как Тараканий Салат, например, которые вообще на логическую пластичность. Они не подразумевают никаких решений от игрока, они проверяют именно его навык. В случае, если вы делаете такую игру, просто обратите на это внимание и регулируйте сложность с помощью вот этого самого окна успешного ввода. То есть вы хотите сделать игру сложнее, вы говорите вот этот и этот ответ неправильный, и правильных ответов вставляете очень мало. Хотите сделать игру проще – делайте правильных ответов больше. Вот, со стратегическими играми все сложнее, и окно этого успешного ввода, оно там не работает. Давайте думайте, что там работает. Ну, на самом деле для этого, для того, чтобы понять, как регулировать сложность стратегических игр, я пытался проследить за подходом игроков к решению стратегических задач, за тем, как ведут себя системы. Я очень долго над этим думал, и у меня не получалось найти правильный ответ, потому что результаты, которые я получал, они были противоречивы. Ну, и, собственно, их противоречивость была связана с тем, что подходов на самом деле два. Все очень просто. Я пытался найти и находил два разных ответа, и сейчас я вам о них расскажу. Вот представьте себе классическую ситуацию из компьютерных RPG. У вас есть партии из героев, они пришли в город, и вы там затариваете всякой экипировкой, потому что вам нужно идти драться с боссом-драконом. И вот вы собираетесь и готовитесь. Как вы будете решать эту задачу с стратегической точки зрения? Вот у вас есть, например, один подход. Вот у вас есть четыре героя, возьмем воина. Мы должны его правильно снарядить для того, чтобы он пошел и убил дракона. Что ему можно купить? Можно купить ему оружие, броню, предметы. Оружие бывает, там мечи, топоры, копья, молоты. Взять, например, меч, он может быть стальной, серебряный, мифриловый. Еще можно его заколдовать разными способами. Броня то же самое, будет куча разных видов. Есть еще зелия, есть еще какие-нибудь свитки. И я еще даже не говорю о навыках, которые есть у героя. Итак, как мы решаем такую задачу? Эту задачу мы решаем следующим образом. Берем те элементы, которые предлагает нам игра, и пытаемся из них, как из конструктора, собрать свой план. То есть мы смотрим, значит, есть меч, есть лук. Ну, лук это, наверное, дальняя атака. Значит, мы можем, в принципе, попробовать сделать дальнобойных героев. Окей, есть там простая броня, есть какая-нибудь бонитовая защита от огня. Значит, если мы дадим всем защиту от огня, все наши персонажи смогут там получать меньше повреждений от дракона, вообще стать лавой, им ничего не будет. И, собирая вот так вот по кусочкам детали игры, которые нам игра предлагает, мы собираем и свой подход. Это свой подход к решению задачи. Этот подход я называю структурным. Мы берем элементы игры и пытаемся из них собрать свой дальнейший план действий. Вот. Есть противоположный подход. Почувствуйте, пожалуйста, разницу. Я называю его функциональным. Он делается так. Вот мы знаем, окей, есть дракон, его нужно убить. Что значит убить дракона? Нужно, чтобы его жизни были равны нулю, а жизни наших героев не были равны нулю, они были больше нуля, потому что они должны выжить. Окей, есть два подхода, как это сделать. Можно убить дракона быстро, чтобы он не успел нас побить. Можно убивать его медленно и лечиться, лечиться, лечиться. И вот мы берем, выбираем одну из этих стратегий, убивать быстро или убивать медленно и драться на истощение. И потом мы под эту стратегию оптимизируем цифры нашей системы. То есть, окей, есть там несколько билдов. Один билд заточен на то, чтобы сносить повреждения мечами, магией, неважно. Мы посмотрели, выбрали, какой нам больше нравится и сделали его. То же самое с каким-нибудь боем на истощение. Мы посмотрели, какая у нас цель. Наша цель убивать его долго и просто лечить все повреждения, убивать его по чуть-чуть, склоняя чашу в свою пользу. И мы подбираем какие-то инструменты, которые позволяют нам это сделать. Значит, в чем разница этих подходов? Структурный подход — это подход снизу вверх. От частного к общему мы, знакомясь с какими-то отдельными элементами игры, мы пытаемся их осмыслить, объединить их для себя в какие-то логические группы и использовать их для плана. Функциональный подход — это подход сверху вниз. Зная игровую систему, мы ставим для себя для себя цель. Потом, зная цель, мы выбираем одну из нескольких стратегий. Зная стратегию, мы подбираем под нее методы ее исполнения, а выбрав методы, мы уже подбираем какие-то конкретные инструменты. При этом в функциональном подходе нет такого вопроса, например, давать вашему воину меч или копьёк. Этот вопрос не ставится, потому что функциональный вариант — это вопрос оптимизации. Вы знаете, что вам нужно максимизировать количество повреждений в секунду или в ход. Вы берете тот предмет, который снимает больше всего. Соответственно, вы можете увидеть, что в структурно-функциональном подходе к решению стратегических задач, хотя это абсолютно одна и та же задача, в абсолютно одной и той же игре, которую я сейчас описал гипотетически, и эти задачи решаются по-разному, и игроки абсолютно разные вещи обращают внимание, когда их решают. Ну, в чем отличие от тех подходов и как с ними работать? В данном случае нам поможет классификация очень важного, хорошего теоретика геймдизайна. Его зовут Кит Бургун, я в конце лекции тоже дам на него ссылочку. Обязательно прочитайте его. Если вы вообще хотите прочитать всего одну книгу по геймдизайну в своей жизни, прочтите книгу Кита Бургуна. Если вы хотите прочитать две книги, прочтите обе его книги, потому что они очень хорошие. Они короткие, но вопросы, которые он там поднимает, они фундаментальны. Итак, одна из важных вещей, про которую я вам хочу рассказать, это классификация интерактивных систем. Кит Бургун предлагает несколько видов, из которых я сейчас упомяну два – игрушка и игра. Чем они отличаются? Игрушка – это система, которая предназначена для исследования. Мы взаимодействуем с игрушкой, чтобы узнать, что она может. Ну, то есть, мы взяли ее, мы покрутили ее, мы покатали ее по полу, если это машинка. Мы нажали на кнопочку, она там что-то сказала или начала по кругу ездить. И мы побросали об стенку, она отскакивает. Отлично. Мы изучаем ее, взаимодействуя с ней. Наша задача – это просто понять, как она работает и составить у себя в голове картину того, как она работает. Игра справа – это совершенно другая система. Игра предназначена для поиска решения. Игра ставит игроку какую-то цель, задачу, и дает ему методы для решения. И задача игрока – понять правильную последовательность решения, то есть найти стратегию решения задачи. Это две абсолютно разные группы. Часто их группы игр, часто их ценности, их качество конфликтуют друг с другом. Иногда они просто не пересекаются. Ну, вы, наверное, уже заметили, что игрушка соответствует в основном ценностям Амери Трэша. И хороший пример игрушек, помимо машинокоперовозиков, это здоровенные гроба от Fantasy Flight Games, потому что это здоровенная система, которую интересно изучать, в которой интересно копаться, в которой интересно смотреть просто «О, это цивилизация, у меня есть такие домики, другие, у меня есть технологии, давайте посмотрим, что они делают». Вот. Хороший пример игры – это еврогеймы. Хороший пример игры – это практически все игры, которые четко делаются на соревновательность. Например, ну вот у Дэвида Сирлина очень хорошие стратегические игры, чисто дуэльно-спортивно-турнирные. Пример игры – это, например, крестики-нолики, они решаются, они тупые, но это игра, это игра, которая сделана именно на достижении какой-то стратегической цели. Это не игрушка в том плане, что без цели играть в них бессмысленно. У них есть цель, они выигрываются. Важный момент, когда вы решаете… Ну да, соответственно, когда вы делаете вашу игру, ваша задача – сделать несложность правильного типа. Сложность структурных игр происходит из количества сущностей. Вот у них, у нас, точнее, есть карта. На карте у нас есть виды местности, на карте у нас есть ресурсы, на карте у нас есть какие-нибудь монстры, герои, армии. Увеличиваем мы сложность структурную за счет увеличения сущностей. То есть, окей, у нас там, не знаю, были армии, сделаем больше, сделаем больше, сделаем героев, сделаем монстров, сделаем ополчения, сделаем каких-нибудь там призраков, ресурсов. Зачем нам один ресурс? Пускай будет золото, дерево, ртуть, самоцветы, не знаю, там, что у нас еще, серые кристаллы, да, один ресурс, это мало, пускай их будет семь, вот, это структурная сложность, она, мы просто добавляем в игру всего Сколько нужно добавлять всего, об этом чуть-чуть попозже, теперь как увеличивается функциональная сложность? Национальная сложность, это не то же самое, дело в том, что вы, наверное, уже заметили, что просто добавив в игру всего, вы не прибавляете в незначимых решений Например, у вас есть меч, меч используется для того, чтобы пикать монстра и уменьшать его жизни Вот вы сделали 20 мечей, у вас какой-то меч уменьшает жизни быстрее, какой-то медленнее, но в принципе это все тот же самый меч, это то же самое понятие, штука, которая уменьшает жизни монстра Здесь нужно отдельно сказать о том, что такое понятие Функциональная сложность не строится на вещах, которые непосредственно есть в игре, функциональная сложность строится на том, что думают игроки Понятие это категория, которой мыслит игрок, когда он пытается решить задачу стратегически Например, Magic the Gathering, те, кто интересовались немножко игрой, особенно турнирной, слышали, что в ней есть традиционно три вида колод Битдаун, комбо и что там у нас, контроль Это три большие стратегии, которые используются игроками и в которые архетипы, в которые укладывается большинство карт В правилах нигде не написано, что колоды должны быть именно такими Но сами игроки, играя в игру раз за разом, понимают, что стратегии больших групп стратегий, три, и они назвали их так Если взять другую карточную игру, цифровую на этот раз, Хардстоун, вы увидите, что правила в ней на 95% такие, но архетипы колод там совершенно другие Там колоды делятся по темпу, и этот темп это не просто количество ходов, сколько она работает, это принципиально разные стратегии И вот, когда в игре появляется что-то, что используется для стратегии, игроки обычно это называют каким-то словом, и это становится понятием Опять же, если мы вернемся к самому простому примеру, крестики-нолики, хотя это простейшая игра, в ней тоже есть понятие В частности, понятие крестиков-ноликов это беспроигрышный ход, когда вы ставите в двух местах сразу свои нули, противник может крестик поставить в одном, вы выигрываете в другом Как только вы узнаете, что такое понятие есть, вы всю свою стратегию крестиков-ноликов будете строить вокруг этого понятия Поэтому это и есть понятие, это штука, на которой базируются ваши стратегии Как увеличить их количество? Вот у нас есть какая-то система, у нас есть экономика, у нас есть ресурсы, которые можно покупать, продавать, производить Мы можем делать больше ресурсов, но понятие не увеличится, мы стратегически будем работать с системой так же Есть хороший, надежный способ увеличить понятие, добавить систему связей Вы берете две сущности, которые пока не связаны, и добавляете между ними какую-то связь Например, у вас есть ресурсы, которые можно покупать, продавать за две монеты, например Окей, вы всегда можете купить и продать их за эти деньги Если вы свяжете количество ресурсов с ценой и скажете, цена зависит от количества ресурсов, если мы продаем много ресурсов, у нас цена падает, если мы покупаем все ресурсы, цена растет, то вы добавите новое понятие, целых два. Вы добавите такую небольшую простенькую симуляцию рынка и вы добавите понятие дефицита этого ресурса и избытка этого ресурса, как это сделали в Power Grid, если кто-то узнал фрагмент поля. Там это сделано совершенно так, смотрите, у нас есть цена, у нас есть количество, они просто зависят друг от друга, тем не менее, сам факт зависимости двух дотов и несвязанных сущностей позволяет создать сразу множество игровых стратегий, то есть в этой игре вы сможете обваливать рынок тем, что вы сразу выбрасываете на него кучу товаров, они дешевеют. В этой игре вы сможете душить своих оппонентов тем, что вы будете скупать все на рынке и все, что останется, будет слишком дорогим для них, и они не смогут там запускать свои электростанции в данном случае. Поэтому, если вы хотите увеличить сложность функциональную, то есть добавить в игру стратегии, то добавляйте сущности, добавляйте точнее понятие к сущностям, добавляйте связи между сущностями, и чем больше у вас все взаимосвязано, тем больше у вас будет стратегической сложности и глубины в игре. Теперь, собственно, ну, важный момент, сколько сложности нужно. Вот мы узнали, откуда она берется, мы узнали, как ее сделать, мы узнали, как ее добавить. Как ее убавить, то же самое взяли, выкинули, это, этого нет. Вот. Какой она должна быть? Значит, структурная сложность, опять же, мы рассматриваем их по отдельности. Структурная сложность для игрушек, для игр, которые заточены под исследование, для Америтреша, если вдруг вы собрались его делать, это опирается на горизонт исследования игрока. Игрок, вот это вот не пицца для вегетарианцев, а угол зрения игрока, и на нем точки, которые отмечены, это штуки, которые видит ваш игрок. Вот игрок играет в вашу игру, и он сейчас знает, что в ней есть города, в ней есть армии, в ней есть ресурсы. И по мере того, как он исследует вашу систему, он узнает все больше и больше об игре. Игрушка работает до тех пор, пока в ней, игроку, есть чему учиться и есть что в ней узнавать. Как только игрок узнал все новые вещи, которые есть в игрушке, все, вот Америтреш в вашей игре умер. Если вы делали Америтреш, то значит с этого момента в ней либо должен заработать еврогейм, либо игрок просто заберет. Нет. Вот, если вы представитесь, не знаю, там машинку, которую катали вы в 5 лет, вы ее катали, 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 потом вы накатались, она катается всегда одинаково. Вы узнали все, что она вам может предложить, все, чему она вас может научить. То же самое с игрушками и настольными. То же самое здесь. Вы видите сколько-то штук, которыми вы можете научиться, и вы продолжаете играть в игру, когда вы знаете, что штук больше. Вот этот сектор, он обозначает горизонт исследования игрока. Ваша задача сделать в игре столько всего, и под всего я имею в виду ресурсов, юнитов, героев, способностей, политик, альянсов, чего угодно. Чтобы этого всегда было больше, чем видит игрок. Чтобы игрок видел, что на периферии его зрения есть еще и еще вещи, к которым он может прийти, которые он может еще изучить. И тогда он будет в вашей игре оставаться и оставаться. Причем не обязательно делать всего гораздо больше. Если игрок может увидеть в вашей игре 100 сущностей, сделайте их 110. Нет, не нужно делать их 1000. Нужно сделать их так, чтобы их всегда было больше, чем может осознать игрок. В какой-то момент игрок, конечно, изучит их все, но ваша задача привести его просто к перегрузу, когда он в эйфории понимает, что всего много. Вот если вы помните, как покупались диски с играми, когда игры еще не качались со стима, вот сзади на обороте диска было всегда написано 170 заклинаний, 20 уровней, более 12 пушек. Ты считаешь, что более 12 пушек, боже мой, нужно же было такую игру придумать. Вот это и есть структурная сложность. Это самый прямой способ ее действия. Причем разработчики не просто ее делали, разработчики еще и писали это на обложке. Они говорят, ребят, у нас очень много всего, приходите и просто смотрите, как у нас всего много. Это просто супер. Нужна ли в играх структурного типа функциональная сложность, то есть стратегическая сложность в играх, которые предназначены для изучения? Пока игрок относится к ней к игрушке, не нужна. Потому что пока игрок не изучил всю систему, он еще не может формулировать стратегию, и ему все вот эти вот балансы, стратегичности, они в принципе по боку. Но как только он закончит с ней, как с игрушкой, как я уже говорил, он попытается в нее играть. Играть по-настоящему, по хардкору. И тогда хорошо бы, чтобы функциональная сложность у вас была бы тоже на уровне, либо просто подготовьте несколько дополнений для него. И как только он скажет, что я наигрался, вы такие, оп, а вот ледяное дополнение, а вот ледяное. Как он черная гора. Ну отлично, все, проблемы решены. Вот, функциональная сложность. Функциональная сложность, с ней все хитрее. Значит, какая идеальная функциональная сложность? Сейчас покажу. Вот это вот примерный график того, как игрок учится всему. Он начинает вот с минимума и начинает, начинает, начинает учиться в вашей игре. Он учится, 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 доходит до какого-то предела, и все, дальше не растет. Почему он дальше не растет? Потому что в вашей игре больше нечего учить. Это время на обучение может занимать одну партию, десять партий, тысячи партий, в случае, если ваша игра очень хорошая. Но рано или поздно игрок, скорее всего, упрется в какой-то потолок. И этот потолок, я назвал его потолок сложности, вот он. Это то место, дальше которого игроки не учатся, потому что учить больше нечего. И, в общем, ваша задача сделать его как можно выше и как можно дальше. Поймите, что если ваша игра нацелена на стратегию и на обучение, то вот там, где вы этот потолок положите, там вы на самом деле роете могилу в своей игре, и там она для игрока умрет. Поэтому чем вы дальше это сделаете, тем лучше, тем дольше игрок сможет играть и играть в вашу игру. Важный момент, нужна ли стратегическим играм, вот как раз тем, которые упирают на эту функциональную сложность, структурную сложность. То есть, если вы делаете супер-мега-стратегическую игру, в которой нужно много думать, придумать планы, ходы, противоходы и так далее, нужно ли там еще 170 заклинаний и 20 пушек? Скорее всего, нет. И понятие элегантности довольно неопределенное, оно как раз исходит из вот этого требования. Вообще элегантность определяю так. В игре должно быть как бы всего много, но как бы всего мало. Это очень неудобное понятие. Здесь я его предлагаю немножко расширить и определить поточнее. Элегантная игра – это игра, в которой высокая функциональная сложность и низкая структурная сложность. То есть, у вас в игре мало сущностей, но так много взаимосвязей, что, несмотря на то, что у вас всего мало, играть неинтересно. Пример элегантной игры – это Го. В ней один вид юнитов, которые не двигаются, ничего не делают. Поле с одним видом клеток, без всяких там специальных территорий, гор, болот и все такое. Тем не менее, несмотря на то, что структурная игра крайне простая, функционально она крайне сложна. И фанаты Го как раз радуются тому, что глубина функциональная, то есть, стратегическая в ней, огромная. Соответственно, если вы делаете игру суперстратегическую, то вам нужно сделать как можно более высокий функциональный потолок сложности, а структурную сложность, наоборот, уменьшить. Старайтесь делать не 170 заклинаний, а оставить и три, которые реально используются. Потому что, по-честному, из тех этих 170, все равно все остальное, скорее всего, у вас для красоты. Сделать, отбалансировать такую систему со сотнями, тысячами, десятками, все равно невозможно. Будем честны, поэтому, если вы делаете игру стратегическую, можно не прятать тот факт, что вся вот эта сложность, она у вас играет декоративной функцией. Но, когда я делал свою последнюю игру, я следовал вот такой вот логике и столкнулся с огромной проблемой. Я вроде сделал все правильно, потолок сложности я сделал высоким, структурную сложность я минимизировал, насколько смог. И дальше я дал эту... Да, мы играли с нашей командой разработчиков на потолке сложности, нам очень было весело сидеть на этом потолке, нам было интересно, мы полгода играли, играли, открывали новые голубины, дали это новичкам, новички не поняли, как в это играть, несмотря на то, что мы им прекрасно объяснили правила, и мы совершенно точно убедились, что не поняли правила, но они не поняли игры. И тут оказалось, что есть еще одна интересная штука, это порог вхождения. Порог вхождения — это вещь, которая ограничивает вашу сложность игры снизу, а не сверху. И часто порогом вхождения называют, например, сложность правила. Они говорят, что в эту игру сложно вникнуть, это порог вхождения. Это не совсем так. Сложность правил не имеет, на самом деле, отношения к сложности игры. Это просто вопрос того, насколько вы доходчиво объясните правила. Самую сложную игру можно объяснить просто, самую простую игру можно объяснить понятно. На Википедии попробуйте открыть правила карточного дурака, вы очень поселитесь, вот как там здорово объясняют их. Поэтому порог вхождения — это немножко не то же самое. Порог вхождения — это после того, как вы объяснили игроку правила, он точно знает, как играть. Он садится за игру, и дальше он должен какое-то время освоиться в игре и понять, как она работает, до того, как он начнет получать удовольствие от игры. Вот эта вот красная область — это как раз то время, когда игрок будет сидеть в игре и не понимать, в чем прикол. Потому что он знает, что вот это действие нужно для этого, вот это действие нужно для этого. Но в чем смысл? Зачем я это делаю? Он не будет этого знать. Вот, и тут как раз таится одна очень интересная ловушка. Когда мы увеличиваем функциональную сложность, мы добавляем в игру понятие. То есть вот мы, когда мы делали свой power grid только что, мы добавили дефицит рынка и избытор ресурсов. Окей, мы добавили это понятие, но чтобы оно появилось у игрока, дело-то в том, что мы добавляем его не в правила, мы добавляем его именно в игровой процесс. Чтобы оно появилось у игрока, нужно, чтобы он его понял, чтобы оно появилось у него в голове. Чтобы игрок его понял, нужно, чтобы он поиграл в игру, и чтобы он осознал именно на себе, как это работает. Поэтому, если вы делаете супер-мега-стратегически сложную игру, в которой, не знаю, сто разных понятий, Множество разных стратегий и контрстратегий Игрок, которые приходят к ней первый раз Он все равно будет относиться к ней как к игрушке Вот это он будет видеть Потому что он еще не знает всех ваших понятий Не знает, как играть в вашу игру, несмотря на то, что он знает ваши правила Вот, и это один из самых, на самом деле, сложных и трудных вопросов для разработчика Как сделать так, чтобы всем было интересно Вот смотрите, мы сделали, если мы сделаем слишком высокий порог Ну, то есть слишком высокий потолок То, скорее всего, порог вхождения у нас тоже повысится до небес Потому что, чтобы интересно было играть ветеранам Скорее всего, научиться играть новичкам будет тяжело Вот, если мы понизим порог вхождения Потолок тоже поползет вниз Если мы их раздвинем, насколько мы их сможем Окажется, вообще интересная вещь Окажется, что у нас несколько разных игр Вот вы, как ветеран, вы играете в игру И она играется отлично Но когда ее открывает новичок Он видит там другую игру, абсолютно не ту же самую В которой играете вы уже полгода Это самая сложная вещь, потому что В этот момент вы понимаете, что вам нужно не одну игру Вам нужно две игры сделать Они обе должны быть хорошие Из одних компонентов с одними правилами В одной коробке там должны быть две разные игры Вот, и если вы достаточно сильно отделите порог вхождения И потолок сложите То вам, может быть, понадобится три или четыре игры Это еще интереснее Вот, и тут уже вам придется действительно много поработать Значит, какие есть... Ну да, какие я нашел... Упс Какие я нашел методы Надо звать, наверное, Тимофея Валерий, можешь призвать сюда Тимофея на помощь Или призваться за собой Ой, я говорю, что это магия Вот, какие есть методы решения этой проблемы Что новичкам сложно играть вначале Ветеранам должно быть сложно достаточно играть в конце Чтобы они не ушли Еще раз, мы хотим, чтобы новички вот тут вот На пороге вхождения Они от вас не ушли Потому что ваша игра может быть сколько угодно хороша до ветерана Но если человек вот тут вот пришел Ничего не понял Он уйдет, он не доживет до статуса ветерана Которым живется очень хорошо И это минус Вот Какие есть методы? Первое Разделить игру на несколько кусков Эти куски можно как в одной коробке продавать То есть делать более сложную версию Более сложную Или даже в разных В чудесной игре Race for the Galaxy Разработчик так и сделал Он сделал целиком полную игру Потом подумал, что-то сложно Поделил ее на 4 куска И начал продавать их как дополнение Это Это крутой вариант Во-первых, он хорошо поработал Он заслуживает свои деньги абсолютно целиком Во-вторых, игра с его дополнениями не сломалась Потому что он изначально разрабатывал целиком законченную игру И когда вы добавляете дополнение Вы видите, что игра стала такой лучше В ней не добавилось никаких проблем Вот Ну и в-третьих, он к тому же еще и ограничил сложность для любопытных игроков То есть игрок покупает игру, хочет Блин, я такой крутой, я ветеран, я могу замешать сразу все дополнения Ну нет Мне хотелось так сделать, но я купил только две коробки Я начал играть с дополнением сразу Ну окей Вы таким образом можете скармливать игрокам по порциям сложности И удостовериться, что игроки на начальных уровнях будут играть только в то, что они могут понять Как только они это точно поймут наиграть Вы им дадите следующий этап Примерно так же строится Да, естественно, можно это все запихать в одну коробку Как в случае с Андором, например Там есть вступительный сценарий Дальше, дальше, дальше Каждый следующий сценарий там сложнее, чтобы игроки могли чего-то понять и научиться Вот Еще один суперсложный и интересный вариант Это сделать несколько игр, каждый из которых интересен сама по себе Да, мне еще есть хватает времени рассказать интересную историю Когда я только купил Race for the Galaxy Я вначале воспринял ее как игрушку Потому что все игры вначале, пока мы их не знаем, мы воспринимаем как игрушку Я думал, что это такие маленькие упрощенные Сумерки Империи Потому что для меня все игры тогда были Либо это Сумерки Империи, либо это плохая игра Вот И я Играл в Race Я думал, что это маленькие Сумерки Империи На самом деле все совсем наоборот Вот И я играл это как игрушку И это была хорошая игрушка То есть на тот момент, когда я играл после Сумерки Империи Мне казалось, что это отличная уменьшенная игра Я как игрушка ей наслаждался Потом я наиграл с нее как игрушку Потому что она все-таки абстрактно, суховато И я вот перешел к этой функциональной сложности Но дальше я еще понятия не имел о том, насколько эта игра сложна И я подумал, хм, это отличный филлер Смотрите, собираем циферки Одни цвета собираем Ну что, это бананза какая-то, окей Я вот синенькие планетки Ты зелененькие планетки И все вроде весело И я воспринимал эту игру как филлер И это был отличный филлер Еще одно преимущество, когда Race выиграл как игра, которая на самом деле не является Почему? Потому что разработчик ее сделал такой Вот здесь вот этот порог вхождения Он очень высокий в рейсе Но ты его не замечаешь, потому что ты в это время играешь в другую игру И эта другая игра тоже хорошая И ты играешь, играешь, играешь А потом на 30-й, на 50-й партии собираешься Я же совсем неправильно в нее играл Это вообще не о том И вот после этого ты выходишь вот в это место И ты уже радуешься, что ты дожил, ты досидел Ты сыграл свои 50-100 партий, чтобы начать осознавать эту игру Поэтому еще один, самый, конечно, крутой метод Для того, чтобы в вашей игре все было в порядке И с порогом вхождения, и с потолком Сделать сложную игру Сделать очень высокий потолок И сделать так, чтобы на ранних этапах Там, где у вас порог вхождения Игрокам было чем заняться Чтобы игра была хорошей игрушкой Хорошим филлером Хорошим чем-то Зачем люди просидят Пока они пытаются понять всю глубину вашей игры Вот Ну, в принципе, на этом мы подходим, наверное, уже более или менее к концу Давайте я расскажу вкратце еще раз, что мы узнали Потому что я, по-моему, подгрузил всех Итак, еще раз Игры состоят из испытаний Испытания могут быть на навык и на стратегию Испытания на навык очень легко регулировать их сложности Вы просто сужаете окно тех решений, которые засчитываются за правильно Или расширяете, и все Стратегии чуть сложнее Потому что стратегических вариантов Вообще подходов есть два Функциональный и структурный Структурный подход больше всего Больше, больше, больше У вас готов отличный Амери Трэш Чтобы он был реально отличный Вам нужно, чтобы у вас всего было больше, чем может осознать игрок То есть вам нужно превысить его горизонт исследования Для структурных игр вам нужно тоже больше Только не сущностей, а понятий Для того, чтобы То есть больше тех вещей, о которых игрок может думать Для того, чтобы было много Вы связываете игры Связываете сущности внутри игры с собой Связываете, связываете, связываете Пока у вас не получается Сложный стратегический рисунок И вы при этом двумя факторами руководствуетесь Вам нужен достаточно низкий порог вхождения Чтобы игроки, которые начинают вашу игру понимать Испытывали уже какой-то фанк, понимали, о чем она И вам нужен достаточно высокий потолок сложности Чтобы игроки, которые играют долго Оставались и оставались в ней еще больше Вот, ну, на самом деле Через, уже больше, чем через час Вы сможете подойти к нашему столу И посмотреть вот эту самую игру, о которой я говорил И убедиться или проверить, насколько хорошо мне получилось Воплотить в жизни вот эти принципы Но на самом деле, да, можно будет посмотреть Прямо на месте, как это работает Вот, ну и, наверное, на этом мы подходим к концу Вот список литературы на случай, если вы захотите А я вам очень рекомендую вот этих вот двух блогеров почитать Потому что они пишут хорошие вещи Третья, это моя статья, в которой я пишу чуть-чуть побольше О делении на игрушки и игры Я очень рекомендую вам тоже с ней ознакомиться Потому что это фундаментальный вопрос И он отвечает на очень много, на самом деле Проблем вопросов, которые стоят перед настольщиками Лучше почитайте Ну и, собственно, чтобы все это не переписывать Можете просто сфоткать QR-код, там будут ссылки Ну и, наверное, на этом все Спасибо за внимание Слушаю вопросы, если у кого-то есть По поводу милитрэша и, соответственно, регулировки сложностей игры Дело в том, что очень часто увеличение контента ведет к перегрузке правилами И к перегрузке информации, которая валится на игроках Классический пример это Arkham Horn Где, соответственно, издатели делали все больше и больше дополнений Вводили новые сущности По-своей сути И вот в дальнейшем игроку достаточно сложно было запоминать уже все-все-все правила Которые есть в игре Обычно присутствовал, по крайней мере, в наших играх ведущий Который сидел и объяснял Запоминал все правила, все моменты, когда, что и как происходит Как, соответственно, как определить Где порог внимания игрока и как с ним можно взаимодействовать? Вернемся тогда немножко на предыдущий слайд Если все уже зафоткали, что хотели Я потом еще включу этот Важный момент Вот, окей, у нас есть какая-то стратегия Но для того, чтобы ее сделать Мы напихиваем столько всего, что, во-первых, правила становятся сложнее Во-вторых, именно их становится понять сложнее Во-вторых, держать их в голове становится сложнее Хорошо это или плохо для сложности? Для сложности это отлично Но задача осознать правила Вот именно, когда мы их объясняем Это проверка навыка Это испытание навыка, которое есть в вашей игре Задача держать в голове 40 эффектов Допустим, в вашей игре 40 статических заклинаний Которые накладываются и постоянно изменяют ваши правила игры Задача держать их все в голове и не выпускать оттуда Это тоже задача на навык, который идет параллельно к стратегии То есть она проверяет навык внимательности вашего игрока И тут вы должны задать себе вопрос Если победа зависит наполовину от навыка внимательности А наполовину от стратегии Может я просто сделаю отдельную игру на стратегию Отдельно на навык, ну именно на внимательность Окей, у меня есть игра, где нужно следить за 40 карточками И кто следит за ними лучше, тот выиграл Вот, если вы считаете, что это плохо и так делать нельзя То да, совершенно верно Вы должны следить за тем, что ваши усложнения в стратегию Также могут вносить дополнительные испытания на другие навыки Которых вы не ожидали Другой пример это классические РТС на компьютере Вот Старкрафт, его усложняли, усложняли, усложняли По сравнению с Варкрафтом, например В итоге помимо дополнительной сложности стратегии Туда внесли очень много сложностей по микроменеджменту И по микроконтролю То есть, чтобы управляться всей этой сложностью Нужно еще и быстро щелкать мышкой Нужно ПМ, нужно успевать там пачки формировать Нужно успевать способности активировать и так далее И помимо глубины стратегической Вырос еще совершенно вот этой Выросла еще и вот эта глубина именно к игре Как к навыку И вы должны увеличивать стратегическую сложность Вы должны внимательно следить Какие навыки проверяет ваша игра И если вы вдруг видите, что ваша игра начинает проверять Какие-то не те навыки, которые вы хотели Например, слишком много рефлексов Слишком много памяти Например, в вашей стратегической игре 120 карт Нужно считать все карты, которые вышли Помнить, какие карты есть в игре, а какие нет Вы должны это резать Если вас не устраивает Режьте, вы говорите Так, стоп, эта игра не про память Все карты в открытую Все, и это... Теперь вам нужно следить за 120 картами Вот И эта игра на зрительстве Да Вот так Ага Слушаю вас, Денис Как я понял, вот это деление Структурные функциональные подходы Похоже немножко на деление на коленчатые качества Как бы структурные это что-то вроде количества А функциональные что-то вроде качества И не происходит ли, собственно, диалектического перехода Когда я начинаю добавлять новые сущности в игре Вот у меня было 100 заглинаний У меня было еще 50 Ну я помню, что я придумал все заглинания И мне теперь может быть заглинания добавить А скажем, баф какой-нибудь или свиток там И он должен по-другому работать И это добавить новое понятие Как я уже говорил Понятия обычно базируются на связях Одних сущностей с другими Если связав все сущности, которые только можно Со всеми другими Еще не хватает понятий Нужно, конечно, еще что-то добавить Но, как правило Ну, в принципе, Америтрэш Это хорошая иллюстрация того Что количественность компонентов Редко переходит в качественное усложнение стратегии Это довольно важная иллюстрация Поэтому, как правило, нет Как правило, если в игре 3 понятия Не нужно их 200 Можно ввести четвертая сущность Но она должна быть связана совершенно по-другому С другими вещами И этого уже хватит Вот Обычно не нужно вводить 100 сущностей Нужно ввести одну, но принципиально другую И тогда это уже действительно очень сильно повлияет на стратегию Вот так вот Вот Ну, Реда, да, слушаю, Валер Вопрос такой Предположим, я внедряю их в сущности Внедряю, внедряю, внедряю Там, ну, какое-то количество есть Потом связал вот все, что можно Это сделает игрока, к примеру, там В Google Play CD Он понимает, что у него есть примерно 15 стратегий И еще 35, о которых он не знает В игре, но он понимает, что они там есть Ну, как к примеру, там, не знаю, в некоторых фельдовских играх Вот у меня, например, такое ощущение При этом практически невозможно реализовать там нормально Ни одну из них Могут ли мешать вот как раз вот это количество связей И количество сущностей Могут ли они мешать стратегии То есть Не окажется ли так, что в итоге Твой вариант выиграть его все равно Один или два или три А вот это вот 35 стратегий Там, условно, там, 150 ходов через ход Ну, это не... Ну, на это можно не обращать внимания То есть Да, связи есть Да, они на что-то влияют Но в итоге они как-то завязаны так, что Суть-то не поменялась Ну, тут... Может ли такое? И как это... Конечно, такое не только может быть Такое бывает постоянно И когда вы изначально делаете игру Она у вас именно такая И потом вы тонкой настройкой этих связей Пытаетесь сделать так, чтобы стратегия у вас была Хотя бы больше одной Это уже хороший вариант Для большинства настольных игр Особенно компьютеров Больше одной стратегии И вы хорошо поработали Вот Суть в том, что, да Изначально, когда мы все связываем со всем У нас что-то есть И, скорее всего, вот ваша система Абсолютно случайное Дитя такой рандомной эволюции Что-то свалилось, что-то работает Потом вы начинаете пытаться тестировать его Вы видите доминантную стратегию И вы понимаете, что, окей Вот здесь, кажется, могла бы быть еще одна стратегия Допустим, есть быстрая стратегия Рашевая, а медленной нет И вы думаете Ну, медленная хорошо бы, чтобы она была Что мы можем сделать, чтобы медленная стратегия была Мы можем добавить больше средств защиты от быстрой стратегии Мы можем добавить больше Там, не знаю, больше сложностей на пути быстрой стратегии Чтобы она так не убивала медленно И так далее То есть, на самом деле Того, чтобы все стратегии работали Этого все равно мы не добьемся Просто наградив действительно случайным образом связи мы их должны потом тонко настроить. И озвучен, как вот, мне кажется, было озвучено на самом деле два вопроса. Всегда ли хорошо, когда стратегий вообще нереально много, и кроме того, когда их нереально много, все ли они работают. Конечно, они не будут работать все, пока вы их все не заставите работать, их нужно настраивать, и это большой труд. Но если постараться, то можно сделать так, чтобы 3, 4, 5 стратегий все-таки работали и были там полноценны. Но за этим, конечно, нужно следить. Вопрос о том, сколько вообще максимально стратегий нужны в игре. Это вопрос вашей аудитории. Я помню, как там в 5-6 лет я играл в крестики-нолики, и там раз 10 мне было очень весело и интересно. Вот, соответственно, если ваша аудитория такая, то для нее это отличная игра, и это супер. Крестики-нолики, они потому и живут, их никто не забыл, потому что в определенном возрасте в них все играют. Это отличная игра для определенного возраста, и она учит очень многим важным вещам. Вот, поэтому, сколько стратегии нужно в вашей игре, где этот потолок? Этот потолок находится там, где ваша аудитория. Вы хотите себе семейную аудиторию, вы делаете пару, там, тройку четко выраженных стратегий, и вы говорите, что можно играть так, можно играть так, в принципе, все, хватит, на этом остановимся. Вы хотите себе там супер-мега-гиков, которые будут играть на турнирах, вы должны сделать стратегии очень много, и вы должны их очень хорошо отбалансировать, чтобы у вас все турниры не скатились в одну и ту же мету, когда любой турнир происходит совершенно одинаковый, все смотрят, смотреть не на что. Поэтому, вот, первое, следить за стратегиями, чтобы они были разные, второе, сложность, ориентировать на аудиторию, для которой предназначена игра. Спасибо. Все, больше нет вопросов, вы можете еще кто-нибудь порадует. Да, слушаю. Ну, да, такое, наверное, бывало. Бывало. Вот. На самом деле, много, много игр, особенно если открывать евро, зачастую ты смотришь на механику и ты понимаешь, что она классная. Вот, а когда видишь, как она работает в игре, это потому что не классная. По описанию большинства механик, они крутые. И смотришь на такая, да, ну, кстати, такая, да и вообще классная. Ладно, сейчас попробую что-нибудь вспомнить. Пока первый вопрос, какие самые элегантные игры из тех, которые я помню, которые я играю. В ГО я не играю, поэтому, на самом деле, вот так вот, отвечать за свои слова у меня здесь сложно. Но ребята говорили, что она сложная. Resistance, сопротивление, без всяких дополнений, без всего, это отличный пример игры, в которой правил минимум, и в которую, ну, мне кажется, несколько тысяч партий я наиграл в нее, и я готов играть еще и еще, потому что сложности с ней, ну, вот просто экрана не хватает, чтобы начертить, как она далеко там уходит. Вот. Ну, в отличие от Race for the Galaxy, где потолок сложности высокий, но и порог вхождения очень высокий, и там реально долго учить. Поэтому, да, пожалуй, Resistance будет моим лучшим и главным примером того, как нужно делать, если хочешь делать очень сложную игру внутренне, и при этом очень простую структурно. Самую оригинальную механику из последнего времени, наверное, я бы... Хм... Слишком много всего хорошего, на самом деле. Мне очень понравилось... Мне очень понравились, как реализованы деньги и люди в Roll for the Galaxy, потому что, в отличие от Race for the Galaxy, там очень ровные и интересные движки, которые требуют постоянно вырабатывать несколько видов ресурсов. Зачастую в играх бывает так. Есть движок, который вырабатывает ресурсы, у вас становится дофига ресурсов, потом вы разбираете этот движок или забываете про него, ставите движок победных очков, вырабатываете победные очки, выигрываете. Вот. В Roll for the Galaxy с помощью механики кубиков, которые рабочие, которые нужны постоянно, движок должен постоянно работать и на победные очки, и на деньги. Это очень красиво, очень интересно и очень здорово выглядит. Вот. Поэтому рекомендую, рекомендую всем Roll for the Galaxy обязательно. Пожалуйста, да. Такой, можно сказать, вопрос. А существуют ли в данном ограничении разницы между игрой против поля или игрой против игрока против поля? На самом деле, это интересный вопрос. Я сам тоже вначале, когда писал примеры, в какой-то момент я удивился и подумал, что это у меня все примеры против игры. Пропасти больше, трассы тяжелее, а как же другие игроки? Они же в основном, ну, когда садишься играть в шахматы, ты играешь против игрока, а не против поля. Это не совсем так, потому что само поле возможных взаимодействий одного игрока и другого, сам спектр взаимодействия, все равно задает игра. И когда вы меняете сложность игры, вы меняете сложность игры для обоих игроков. Ну, например, если вы делаете там мультиплеерный шутер, то в зависимости от того, насколько сложно стрелять, ну, например, игроки двигаются быстро, патронов мало, перезаряжается пушка медленно, отдача нереально неудобная, и обоим игрокам будет попадать тяжело. Поэтому роль системы, она очень высока, она определяющая в том плане, что она задает те методы, которыми потом будут взаимодействовать друг с другом игроки. И в зависимости от того, насколько сложной будет сама система, вы себе обеспечите базу игроков. То есть более простые игры будут играть игроки с требованиями. Простым играм более сложным, более сложным. Там супер-хардкорный шутер будет играть только супер-хардкорщики. Супер-простую игру на карточках только люди, которые любят играть в фидер. В рамках этих ограниченных игроков все уже будет, ограниченного круга игроков, все уже будет зависеть от игрока. Просто это, ну, как я понимаю, должно зависеть на пара упражнений, потолок сложности? Или нет? Здесь уже сложно. У меня нету, наверное, однозначно вот этого. Вообще, один опытный игрок в игре очень хорошо действует на пара упражнений, он все всем объясняет. Опытный игрок в игре нужен, это здорово. Если бы такого можно было прямо в коробке продавать, это решил бы все вопросы. Но вот... Ну, техноподная запись не работает. Ну, да, тогда бы, наверное, сеть лекций не было, потому что она вся посвящена этому вопросу, как заменить себя в коробке с игрой. Вот, и да. Но дальше все уже на воле игроков. В принципе, тут важен метагейм, когда вы даете игрокам коробку и отпускаете играть. Дальше вы следите за тем, как они сами формируют свои дополнительные правила игры, дополнительные стратегии. И дальше это уже закрытая экосистема, которая живет без вас. Это очень здорово наблюдать, смотреть, следить за тем, как это развивается. Поэтому вы, как это сказать, как разработчик, он делает сцену для актеров и декорации. А дальше он запускает актеров на них, и он не знает, что они сыграют за спектакль. Он надеется только, что они найдут там ружье на стене и догадается, что нужно кого-то застрелить. А дальше уже как повезет. Вот, поэтому важно сделать хорошие декорации на сцене, важно придумать хорошие костюмы. Вот, а дальше уже, как ваши актеры поведут себя, тут уже вопрос к нему. Вот так. Да, Тимофей? Что, уже к делу? Хорошо, наверное, на последний вопрос, если кто-то хочет успеть задать свой последний вопрос так удачно, то у него есть такая возможность. Вот, если нет, то, наверное, будем закругляться. Если серьезных вопросов нет, то можно несерьезно, можно про их много поняли. Жизнью что делать? Заголовки. Жизнью что делать? А, и не усложнить жизнь. Вот, не усложнить жизнь можно следующим образом. Прочитать вот две книжки и мою статью обязательно. Это всегда помогает. Вот, это всегда помогает. На самом деле, если серьезно, не делать лишних вещей. Потому что, когда я пытался, когда я наткнулся на проблему сложить в свои последние игрушки SCP, я понял, что мне нужно урезать половину игры. И я бросился резать, я бросился делать какие-то изменения. И потом, когда я разобрался плотнее в этом, я понял, что я сделал кучу ненужной работы. Поэтому, наверное, в жизни, если уж так говорить, та же самая штука. Если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, нужно, главное, не наделать лишнего. Это, наверное, самое... В разработке игры это точно работает. В начале разобраться с проблемой, и главное, не пытаться решать какую-то другую проблему. Пытаться идентифицировать и решить именно ее. Вот, так, может, по крайней мере, ничего не ломается. Это уже плюс. Вот. Вот так. Ну, наверное, все. Пора всех отпускать. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ